Зачем сняли асфальт? Жители дворов на улице Татимбета возмутились действиями застройщика, который начал производить работу на прилегающей к новостройке и другим домам общей территории. Люди переживают, что утратят место для прогулок, а вместо этого получат парковку. Ирина Вобещевич разбиралась в вопросе. Ну мы молчали, потому что вроде да, строится дом, вроде как ладно людям. Теперь, когда в этом году стали, мы узнали, что здесь будет парковка, причем она официально нигде не была нарисована. Узнали, что здесь будет парковка, начали поднимать шум. Жители домов на Татимбета вот уже некоторое время обеспокоены тем, что на пустыре, где они гуляли, неожиданно началась работа. Кемат нам два года тому назад добротно так поставил вот эту вот дорожку. Вот где у нас соседка Татьяна? Вот дети с детьми, да, выходят с колясками, с самокатами на трехколесных велосипедах. Женщины, инвалиды вот шестой, да, тетяла обещала прийти, они утречком, эмоцион, четыре-пять кружочков, они проходят. Всего этого сейчас лишили. По словам жителей, территория была неблагоустроенной, поросшей травой. Люди все же хотели какого-то приведения в порядок. Я ходила в КСК Асар, там сказали, что здесь проходят городские коммуникации, что мы здесь не имеем права ничего делать. Жители считают, что застройщик собирается делать тут для своих новоселов парковку. Не положено здесь стоянки быть никак. И по человеческим меркам, и по официальным документам не положено здесь быть стоянки. Поддержали население депутаты и представители местного самоуправления. Такие негодования возникают, говорят, так как неправильно планируется благоустройство общей территории. Здесь тысячи детей живут. И у нас, когда благоустройство проводят, большая проблема в том, что большой двор, большая коробка, одна качель остается. Через год она разносится в хлам. Почему? Потому что тысячи детей. То есть просто металл не выдержит. Будем от жителей писать, естественно, обращения, депутатские запросы, потому что хочется получить все-таки конкретный ответ, что здесь будет, почему они разрушили эту дорожку. Ну и услышать самого застройщика. Все действия согласованы с местной администрацией, с их одобрением. Мы производим данные работы. В данном микрорайоне мы в любом случае учитываем интересы старожил данного микрорайона. Мы хотим благоустроить, обустроить детские площадки, обустроить данные детские площадки лавочками для старшего возрастного поколения, для младшего возрастного поколения мы сделаем зону активного отдыха. Представитель застройщика развеял опасения. Никакой парковки не будет на пустыре. В планах детская площадка, озеленение, а еще в соседнем дворе тоже хотят зону активного отдыха привести в порядок. Парковка там не предусматривается. Предусматривается чисто пожарная проездная часть, аварийная. Детская площадка плюс футбольное современное поле огражденное и зона беседок. Помимо этого во дворе именно дома номер 3 мы можем внести какие-то коррективы с учетом каких-то пожеланий самих жителей. Аналогичная ситуация недопонимания со старожилами района была не так давно с ЖК Жанна Адала на Степном-3. Но результатом в итоге все довольны. Вот наша пешеходная дорожечка до самой школы, прямая, переходящая в ту дорогу. Вот здесь у нас подсветочка. Это в сторону 18-го дома, где у нас были недовольные жители. С этой стороны тоже у нас пешеходная зона идет, общая. То есть она огибается, через дворик проходит. Люди, давайте участвовать в том, чтобы мы делали наши дворы намного лучше. И быть добрее друг к другу. В субботу, я думаю, мы созовем инициативную группу. Еще раз это все обсудим, проговорим. Надеюсь, люди будут неравнодушны.